МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями телеканала Север. Ольга Руслова, здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обустройство зимника на Ренмар-телевеско подходит к завершению. На смену году памяти и славы приходит год добра. В регионе подвели итоги 2020 года. Мечты сбываются. В округе прошла благотворительная акция «Елка желаний». Станем добрее. Губернатор Ненинского округа объявил, что на смену года славы в регионе придет год добра. Об этом он рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора Ненинского округа. Руководители профильных департаментов подвели своеобразные итоги года. Новый 2021 год в Ненинском округе станет годом добра. Эту инициативу во время еженедельного совещания озвучил губернатор региона. Год памяти и славы мы закрываем. И поскольку действительно вот этот год, он по сути показал, что в помощи нуждаются не только люди с ограниченными возможностями или люди, которые в преклонном возрасте. В помощи нуждаются все, кто может быть одинок, кому нужна помощь принести продукты, сходить в аптеку за лекарствами. И в этой связи выступил с предложением в следующий год сделать годом добрых дел. В Новый год беспросроченной кредиторской задолженности руководитель департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко на оперативном совещании главы региона рассказала, что бюджет Ненинского округа в 2020 году поступил 21 миллиард 600 миллионов рублей доходов. По оперативным данным, по состоянию на 25 декабря 2020 года с начала года в бюджет округа поступил 21 миллиард 63 миллиона рублей. При годовом плане 21 миллиард 79 миллионов рублей. Исполнение составило 99 процентов. Большая часть – это безвозмездные поступления 8 миллиардов 150 миллионов рублей. Налог на имущество 6 миллиардов 440 миллионов рублей. Доходы в виде доли прибыльной продукции от Харегинского СРП – 3 миллиарда 440 миллионов рублей. Налог на прибыль организации НДФЛ – 1 миллиард 630 миллионов и 1 миллиард 360 миллионов рублей соответственно. У вас долг 2 миллиарда 300, он состоит из аппликаций государственных и бюджетного кредита. По заверениям всех главных экспортеров бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности у нас на конец года и дальше. Расходы бюджета с начала года составили 22 миллиарда 900 миллионов рублей. При годовом плане 23 миллиарда 750 миллионов рублей. Исполнение составило 96 процентов. Текущий дефицит окружной казны составил 1 миллиард 260 миллионов рублей. При годовом плане дефицита 1 миллиард 960 миллионов рублей. Государственный долг составляет 2 миллиарда 300 миллионов рублей. За его обслуживание с начала года уплачено 119 миллионов рублей. при годовом плане 135 миллионов рублей. И в продолжение финансовой темы перед губернатором по выплатам медицинским работникам отчитался руководитель профильного департамента. Средства, которые выделялись в федеральном бюджете, это дополнительные выплаты медицинским иным работникам, которые оказывают медицинскую помощь по диагностике и лечению новых коронавирусных эффектов за счет средств федерального бюджета, выплачено за два месяца на сумму около 4 миллиона 200 тысяч рублей. В ноябре получилось 180 работников, и в декабре 161 работник. Это зависит от того, как привлекаются работники, исходя из фактического отобилирования. По словам Сергея Сверидова, все врачи и медицинский персонал до конца года получат положенные деньги. Что касается системы образования, Наталья Исидорова, руководитель профильного департамента, доложила, что все учреждения работают в штатном режиме. А ученики школы имени Пырьерка доставлены в родные населенные пункты, чтобы встретить праздники вместе с родителями. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И пока горожане будут праздновать Новый год и Рождество, на страже их спокойствия экстренные службы. С 1 января и до окончания праздничной декады все экстренные службы региона переводятся в особый режим. Они будут нести усиленную службу. Поисково-спасательная служба готова в количественном составе 19 человек спасателей и 30 единиц техники. Отряд государственной противопожарной службы готов в количестве личный состав 59 человек и 19 единиц техники. Ну и соответственно сопутствующая еще у них дополнительная имеется техника, это уже не включая машины пожарные. Кроме того, в праздничные нерабочие выходные дни в январе медицинские учреждения также перейдут на особый режим работы. Амбулаторно-поликлиническая помощь будет оказываться населению в определенные дни и часы. В Ненецкой окружной стоматологической поликлинике пациентов с острой болью в круглосуточном режиме будет принимать дежурный врач-стоматолог. 2, 4, 6 и 8 января будет вести прием врач-стоматолог-хирург. Взрослая поликлиника Ненецкой окружной больницы будет работать 4 и 8 января. Ковид-бригада будет осуществлять контроль за пациентами все праздничные дни. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции жителей Ненецкого округа в возрасте от 18 лет и старше будет осуществляться 4 и 8 января. ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно пройти в окружном противотуберкулезном диспансере 6 и 10 января. Женская консультация будет принимать пациентов 4 и 8 января. А в эти же дни будут работать педиатры в детской поликлинике и поликлиника Заполярного района. Глава региона и руководство общества с ограниченной ответственностью Лукоил Коми обсудили итоги работы компании в 2020 году. В совещании приняли участие генеральный директор Лукоил Коми Александр Голованев, его заместители Виталий Зайченко, Евгения Лисковская и директор Лукоил Севернефтегаз Николай Новожилов. Участники встречи подвели итоги 2020 года в части производственной деятельности и реализации совместных социально значимых проектов, а также обсудили планы на ближайший трехлетний период. Как отметил Александр Голованев, предприятие ведет производственную деятельность на 30 лицензионных участках в Ненецком автономном округе, постоянно развивая ресурсную базу. В частности, одним из главных достижений Лукоил Коми в уходящем году стал ввод в пробную эксплуатацию командишерской группы месторождений с начальным извлекаемыми запасами нефти в 14 миллионов тонн. Докладывая о социальном партнерстве, Александр Голованев сообщил о реализованных в 2020 году проектах в рамках соглашения о социально-экономическом развитии. Так профинансировано строительство Духовно-просветительского центра «Русская Арктика». Приобретены медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и лекарства для Ненинской окружной больницы. Организованы соревнования по кроссу на снегоходах Бурандей и пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» в Ненинском автономном округе. Мероприятия в области спорта, культуры, молодежной политики и патриотического воспитания, здравоохранения. Лукоил является ответственным налогоплательщиком. С 2005 года компания заключает соглашение о сотрудничестве с администрацией Ненинского автономного округа. При традиционной поддержке Лукоила в регионе реализуется ряд социально значимых мероприятий. Это медико-социальный проект «Красный чум», конкурс социальных и культурных проектов компании «Гонки на снегоходах Бурандей», межмуниципальная спартакиада в Коткино и другие. Также на совещании обсудили вопросы экологической безопасности на промыслах и подготовку специалистов из числа местных жителей. Как отметил губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный, подводя итоги совместной работы с компанией-недропользователем и определяя планы на ближайшую перспективу, компания «Лукоил» долгое время является надежным партнером округа. Он подчеркнул, что для региона крайне важным является активное участие компании в социально-экономическом развитии округа и трудоустройстве местных жителей. Обустройство зимника на Ренмар-Тельвиско подходит к завершению. Основная часть дороги готова на 95%. Толщина льда на переправе через протоку Нижняя Казённая Виска составляет в среднем 60 сантиметров. Ориентировочно временная трасса будет открыта 5 января. Александра Литкова расскажет подробнее. Общая протяженность переправы через протоку Нижняя Казённая Виска составляет 120 метров. Толщина льда здесь на сегодняшний день составляет в среднем 60 сантиметров, что позволило сотрудникам МЧС принять переправу в эксплуатацию. Тоннаж по пропускаемой технике нормативный будет установлен порядка 10 тонн, до 10 тонн. В дальнейшем собственник переправы будет намораживать лёд. Мы периодически будем проверять толщину льда. И в случае увеличения толщины льда тоннаж пропускаемой техники будет увеличиваться. Что касается временной трассы, то основная её часть от Наринмара до переправы готова на 95%. Осталось только установить вешки и дорожные знаки. В ближайшие три дня подрядчик планирует обустроить участок от переправы до села Тельвиска. Там полтора километра, но мы уже там сделали в летний период работы. 80% работы у нас сделали в летний период. То бишь мы подняли, ну там песок, песком подсыпали, подняли, получается. И там у нас дня два-три мы сделаем. По финансированию всё у нас достаточно. Техники у нас тоже достаточно хватает. Как бы у нас сейчас задействовано два погрузчика, два самосвала задействовано, но бригада людей задействована. Содержанием зимника Наринмар-Тельвиска компания «Автомаркет» занимается третий год подряд. В связи с погодными условиями к обустройству временной дороги в этом году подрядчик приступил 21 декабря. И в установленный срок зимник будет сдан. Ориентировочно дорогу будет открыта 5-6. Всё зависит от погоды. В настоящий момент недостаточно снега. И в связи с этим не обеспечена безопасность дорожного движения. Поэтому рассчитываем 5-го. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу напоминает автолюбителям, что выезд транспорта на лёд в необорудованных местах запрещён. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Бессмертный полк в онлайн-формате, творческий десант, упряжка победы и новые имена в книге в списках значатся. В Ненецком округе в торжественной обстановке прошла церемония закрытия Года памяти и славы. На ней почтили память героев Великой Отечественной войны и отметили самые яркие проекты юбилейного года. Их, кстати, было более 70. Подробнее расскажет Любовь Пермякова. С этой песней, написанной для кинофильма «Офицеры», началась торжественная церемония закрытия Года памяти и славы. Со словами благодарности Са Сенны выступил глава региона Юрий Бездудный. Дорогие товарищи, заканчивается Год памяти и славы. Но это не значит, что мы заканчиваем ту патриотическую работу, импульс которой дал юбилейный Год Победы. Вовсе нет. Уходит поколение ветеранов. И вот совсем недавно мы проводили ветерана. И их все меньше и меньше. Уходят носители истории. Те, кто пережил войну. На чьих плечах, собственно говоря, ковалась, чьими руками ковалась эта победа. Поэтому и следующий год, и все последующие мы также будем проводить мероприятия, посвященные победе. По словам Юрия Бездудного, невзирая на пандемию, Год славы в Ненецком округе провели достойно. И это действительно так. Вышла в свет обновленная книга памяти. Инициатором проекта стал Андрей Николаев. Ему была вручена памятная медаль. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Также медалью были удостоены несколько региональных организаций, в их числе Музейное объединение НАУ. Несмотря на пандемию, у нас состоялась выставка, когда война пришла в наш дом, которая превратилась в видеовыставку. Но достаточно много посетителей было. Отклики, отзывы о выставке, о видеосюжетах, об экскурсии по выставке были хорошие. Отличные отзывы, большой отклик в душе жителей округа получил спектакль «Объект особого назначения номер один», созданный совместно с этнокультурным центром. В основу постановки лег трудовой подвиг строительства аэродрома жителями Наринмара в годы Великой Отечественной войны. Готовясь к спектаклю, его организаторы не раз поражались историческим сведениям того периода, как многодетные мамы после работы убегали на народную стройку. Там им приходилось выкорчевывать деревья, вытаскивать из воды отправленные по реке бревна. Одежда от холода и влаги стояла колом. Несмотря на такие нечеловеческие условия, самым сложным испытанием для всех женщин было ожидание весточки с фронта. Ты ушел на фронт, и я жду тебя! Что с тобой случилось? Почему ты мне не пишешь? Напиши мне, Миша! В спектакле было задействовано много талантливых людей. Это сотрудники из ЭКЦ, Дворца культуры Арктика, артисты театра студии «Остров» и образцового коллектива «Травушка» активно влились в актерскую труппу и жители микрорайона «Старый аэропорт». В год памяти и славы не остались в стороне и юные жители НАО. Они были отмечены благодарственными письмами губернатора региона. В их числе ученица пятой школы Амалия Петухова. Так как мой дедушка участвовал, поэтому особое значение, конечно же. И сейчас, когда его уже нет в живых, это все равно как знак памяти за его заслуги, за то, что защитило отечество. В юбилейном году в НАО было организовано более чем 70 региональных проектов. Один из них – «Упряжка Победы». В рамках проекта семейно-родовой общины была организована высадка культурного десанта с концертной программой в населенных пунктах округа. Яркие проекты прошли и на нашем телеканале. В этом году из-за пандемии впервые бессмертный полк прошагал в онлайн-формате. 868 героев Великой Отечественной войны наших земляков увидели тысячи телезрителей. Впервые в эфире телеканала «Север» мы рассказали истории особо отличившихся на боях сражений жителей НАО. Самые юные земляки в память о своих дедах и прадедах читали стихи и исполняли песни. «Мне кажется порой, что солдаты с кровавой не пришедшие полей, мы в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Синтезатор, велосипед, электронная пианино, ноутбук и даже косметический ремонт в квартире. Такие желания в канун Нового года загадывали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они отправили Деду Морозу 150 писем и все их желания сбылись. В Денецком округе прошла традиционная новогодняя акция «Елка желаний». «Письма все Дедушке Морозу писали?» «Да». «Да? Молодец. Как зовут?» «Алексей Коткин». «Алексей Коткин. Отлично». «Елка желаний» была установлена в помещении Центра комплексного обслуживания населения, и каждый желающий мог снять с нее открытку с просьбами детей. В этом году письма на имя Деда Мороза пришли от 150 детей из 91 семьи. Желающих сделать новогодний сюрприз для маленьких жителей Ненецкого округа оказалось даже больше, чем писем. А исполнять детские мечты пришел в Дворец культуры Арктика сам глава региона. Он вручил детям и их родителям сертификаты на новогодние подарки. «Сегодня ваши все желания исполняются». Исполнили заветные желания ребят и парламентарии, и чиновники. Подарки в комплексный центр социального обслуживания, который и выступает организатором «Елки желаний», отвезли председатель собрания депутатов НАО Александр Лутовинов и его заместитель Максим Арбузов. Сенатор Денис Гусев подарил 11-летнему Вите и его сестре Маше ноутбук. «Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И это девиз нашей замечательной «Елки желаний». Правильно?» Желание маленькой Лизы тоже исполнилось. Девочка очень хотела годовой абонемент в бассейн «Дельфиненок». Ведь регулярные занятия плаванием очень важны для малышки. Они убирают спастику и помогают в процессе реабилитации. «Она, конечно, киндер-сюрпризы, шоколада. И потом вдруг бассейн. Мама, мы давно не ходили в бассейн, я хочу в бассейн. Я говорю, а давай напишем бассейн». И написали. Желание Лизы находилось у Деда Мороза аж до самого 29 декабря. Пока добрая команда индивидуальных предпринимателей не решили помочь осуществить мечту малышки. Увидела на телеканале «Север», как Светлана Хатензейская дает интервью о том, что собирают детям подарки различные, пишут письма Деду Морозу, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, либо дети, которые к ним ранее обращались уже за помощью с какими-то проблемами. И я позвонила Светлане узнать, остались ли какие-то подарки, потому что это уже было 29 числа. Она говорит, да, сейчас посмотрим, у нас вот есть такое письмо. Сбор организован в студии «Красоты особо» совместно с рестораном «Кочевник», магазином электротовары, автодеталь, транспортной компанией «Северный путь», оптикой «Айлук», центром всестороннего развития «Полиглот», сетью магазинов «Бьютик», рестораном «Тиман», магазином «Флоренция», кафе «Алекс Кофе», НТП «Рубус», магазином детских товаров «Брусочек» и индивидуальным предпринимателем Ольгой Гвоздь. И мы быстренько за 29-30 число собрали, кого знаем, кого вспомнили, знакомые есть тоже, друзья, у кого бизнесы. Обзвонили, собрали, поехали, купили, конечно же, дельфиненок тоже внес свою лепту. И вот приехали, поздравили Лизу. Такое новогоднее чудо. К слову, Лиза получила не годовой, а безлимитный абонемент в бассейн дельфиненок. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это все новости на сегодня на телеканале «Север». И далее смотрите прогноз погоды.